СПОРТ БЕЗ ПРИЧИНЫ Все мы с нетерпением ждем это событие, ведь возглавит турнир бой нашего соотечественника Алексея Олейника и голландца Алистара Аверима. Кому не интересно посмотреть на этого уже прожженного ветерана. И я больше немножко про Аверима, потому что он уж успел сменить три ипостаси. Герой молодости с хрустальной челюстью, дикий, просто прохимиченный монстр и на данный момент хитрый велосипедист Алистар, который очень тактично работает в разных положениях, можно сказать. Разговоры о возвращении UFC в Россию начали ходить уже после первого турнира промоушена на нашей территории. Для тех, кто не знает, первый турнир прошел осенью прошлого года в Москве. Интересно, что Алексей Олейник тогда тоже возглавил турнир и в главном бою задушил Марка Ханта. Но UFC получил перспективную и прибыльную площадку для своего развития. В итоге Fight Night принес организации 125 миллионов рублей, только за продажу билетов. Только вдумайтесь в эти числа. Турнир собрал более 22 тысяч зрителей и вошел в пятерку самых посещаемых ивентов в истории организации. Но вернемся к главным героям турнира. В Питере, как и в Москве, хейдлайнерами будут тяжеловесы. Изначально с Аверимом должен был драться Александр Волков, но Драка получил травму и его заменит Удав. Алексей на данный момент занимает девятую строчку рейтинга тяжеловесов. Для него это будет аж 70-й бой в профессиональной карьере. На его счету 57 побед, 11 поражений и 1 ничья. Конечно же, Олейнич, мне кажется, более родной для нашей души человек. Несмотря на свой ветеранский возраст, Олейник регулярно выступает и одерживает победы над сильными соперниками. Ей-богу, мне страшно за его здоровье, он до сих пор успешно может показывать хоть какой-то результат. В прошлом году он одолел Джуниора Албини и Марка Ханта. Причем обоих удушающими приемами. Олейник – самый опасный грэпплер в тяжелом весе. Его коронный прием – удушение изеркиля, на которое попались многие его противники. Для Алистара Аверима это будет уже второй соперник из России подряд. Не имеется в виду, что он до этого не дрался с россиянами, у него послужной список тоже немаленький, но на данный момент он прям любит побиться с россиянами. В прошлом поединке ветеран Прайд одержал победу над бывшим чемпионом Fight Night в тяжелом весе Сергеем Павловичем, оформив технический нокаут в первом раунде. Таким образом, голландец прервал неудачную серию из двух досрочных поражений. Он также активно выступает, несмотря на свой возраст, имеет отличные навыки муай-тай и предпочитает вести бой в стойке. Но не стоит забывать, что и с грэплингом у него очень хорошо. Он же у нас базовый самбист. Небольшая отсылочка к другим видосам, где разбирался его грэплинг. Бой обещает быть интересным, учитывая разные стили соперников. Фаворитом здесь выступает Алистара Аверим. Ну, оно и понятно. Хорошая очень ударка, теперь еще новые дополнительные тактические мувы, так еще и знания грэплинга. Отчасти еще и потому, что Олейник выходит на коротком уведомлении. Это тоже очень сильно играет роль. Возможно, он реально не готовился к бою. И тут ему просто предлагают, а человек, который, возможно, заинтересован в деньгах, просто соглашается. А может быть совершенно не готовым к тому, чтобы рубиться насмерть. Интересный факт. Аверим и Олейник уже встречались однажды. Было это во времена спарринга. Тогда Аверим ударом колена сломал Алексею два ребра. Но, несмотря на серьезную травму, Алексей все равно через неделю вышел на бой против Мирка Филипповича Крокопа, которого победил. Надеюсь, теперь Олейник сможет уже во время реального боя сломать несколько ребер Авериму. Хотя обычно происходит наоборот. Ведь это когда-то была его короночка. Ну, с коленом. Ну и как обычно, по классике, что же говорят спортсмены по поводу предстоящего поединка? Алистар рассказал, что он активно готовится к бою и чувствует себя прекрасно. Фокусируя внимание на самом себе и на том, что должен сделать, чтобы подготовиться к бою. Должен вам сказать, что я в превосходной форме. Я готов к бою, чувствую себя отлично. Готов подраться с Алексеем хоть сейчас. А Лейник тоже прокомментировал уровень своей подготовки. Я последние лет 15 в 100% форме не бываю. У меня форма готовности колеблется от 75% до 90%, наверное. Готовность к бою оцениваю на 80-85%. Аверима считает фаворитом. Мне не надо терять на это время. Я лучше лишний раз в голове все прокручу, чтобы понять, что мне с ним делать. Это лучше, нежели я буду загоняться, думать и переживать. А вот и условия конкурса. Нужно подписаться на канал и оставлять комментарии под видосами. И раз в два месяца я выбираю победителя и отдаю ему 10 тысяч рублей. Комментировать надо, конечно же, все видосы. Я выберу победителя и ты получишь свои заслуженные деньги, если тебе повезет. Такие дела. Продолжаем. Если честно, считаю Али Старыча очень недооцененным парнягой. Очень нравились его бои, когда он был просто машиной для убийства, заполненной полностью кубами с астероидами. Жалко, что он был такой Глэс Кэнон, у которого всегда хрустальная челюсть. Ну, судя по отзывам и по его боям. Вы не подумайте, Олейник тоже прекрасный боец. Просто мне кажется, что у Аверима больше шансов. Болеть я, конечно, за него обязательно не буду. Просто хочется увидеть красивый или интересный бой. Но процесс эволюции Аверима меня тоже интересует. В общем-то, этот бой просто супер ветеранов. У обоих послужной список просто термоядернейший. Так что, ребята, запасайтесь попкорном. Надеюсь, они что-нибудь интересное допокажут. По крайней мере, беспокоюсь за их здоровье. В таком возрасте можно уже и крякнуть. А с вами был Спорт Без Причины. Всем покеда. Подписывайтесь.